Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, который скрывается на другой планете под псевдонимом Ковита Такур и ведет протекторат Ковиты к доминации на этой еще... ну вообще названной нами уже планете, ко второй серии в этом писали комментарии. В общем, если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо в правом верхнем углу появлялась. Спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества и, в общем-то, всем приятного продолжения просмотра. Здесь мы разграбим гнездо и вообще занимаемся уничтожением инопланетян. Че как? Они вообще не инопланетяне. Это мы инопланетяне здесь, правильно? Они как раз местные, так сказать, но им это не поможет все равно. Так, лабораторию в пране достроили. И всякие улучшения еще делали. Давайте, наверное, купим геотрон. Смотрите, какие тут уже выхлопы, да? Да и титанчик бы стоило прикупить. Короче, надо геотермалочку и титанчик прикупить. А вот что мы тут следующее строим? Так, стоит на пищу. На что-нибудь вообще станция клонирования. Плюс две пищи и плюс производство от ксеномассы. Но у нас тут нету ксеномасс. У города просто ради двух. Хотя плюс 10%. Да, давайте, наверное, построю станцию клонирования. Что мы дальше в очередь добавим? Лабу не хочу. Ультразвуковой барьер нафиг надо. Термахлинный руль, кстати. Можно, но я бы сеть сначала поставил и обсерваторию. Пока так. И на производство док потом еще можно добавить. Так, в мандире штаб. Посмотрим, чтобы уже прям по максимуму тут защита была. Станцию клонирования. Слушайте, а есть у нас что-нибудь, что еще улучшит вот этот земной ландшафт? Дайте глянь. Может быть, так, земной ландшафт называется... Ну-ка. Земной. Новый земной миф. А, это у нас... А, неземной ландшафт терраформирования, да. Хорошо, с улучшениями. Надо как-то... Водные победы чудеса. Ну вот, вот тут где-то... Тут может какое-нибудь... Открытие улучшает. Так, это морского колодца. Это антенна. Вот никак нельзя это... Поэтому по этой штуке отсортировать, понимаете? Фермы, шахты. Академия. Фермы. Ксено-скважина. Генератор. Я, похоже, ничего на земной ландшафт у нас нет улучшения. Ладно. Что ж мы тогда тут... Ну, предоставим, может, станцию клонирования к росту. Хотя, смысл тут уже расти. Давайте гиперядро. Там плюс 15% к науке. Так, самолётики лечатся. Тут у нас... Надо дальше поплывём. Смотреть. Да, конечно, сколько лет прошло. Смотрите, как медленно переключаются с городов, да? Ну, то есть, это... Движок пятой цилы, он реально тормозит просто. То есть, он сам по себе кривоватый. Это не от... Компа зависит. Ну, где ещё эти штуки, блин? Так, биоколодец сделан. Там куплено. Давайте, биоколодцы продолжим. Купол. Культура мне нафиг не нужна. Академия. Мне кажется, я в городах неплохо. Науку. А вот... Города у меня маленькие. Вот это... В этом есть проблемка. Вот это мхута мы уже зажали где-нибудь, надеюсь. Так, автосани. Едут сами. Поехали дальше, наверное. Тут вот исследовать территорию. Ну, а тут просто остаюсь на страже. Здесь он вдруг внезапно приплывёт. Блин, капсулу, на которую не добраться, видите? Тоже офигительная генерация карты, конечно, сделана. О, тут меня этого не убили пока. Сматываемся. Интересно, добьёт? Палистралия Китай или нет? Улучшение дна мы тут сделали, да? Ну, давайте... Биоколодец. Тут шахта. Уже современная дорога, кстати, проложена. Видите, это антимагнитная дорога. Да, что-то вообще... Не видать. Я уже почти всю карту открыл, а мне ещё четыре этих надо найти. Причём, четыре вот этих скелетов. Причём, где-то должен огромный скелет ещё находиться. Такая вот, собственно, которая стартует... Стартует этот квест. Где он? Фиг знает. Видите, не нравится... Арии кишк. Что я... Контакт пытаюсь наладить. О, я не сумел... Энергию стырить. Ну, ладно. Так, повысился до одного, до одного. То, что до одного, это не страшно. Когда до трёх хотя бы повысится, тогда уже можно будет... Чё-то беспокоиться. До... До одного это всё... Можно работать, так сказать. Так, давайте водоочистительную тут... Поставим... Дальше станцию клонирования. Это нарост... Города. Потом можно лабораторию, ксенопитомник и... Где-то гиперядро. Так. В централе у нас есть, кстати, титанчик. То есть тут можно литейный завод поставить. Неплохо будет станцию клонирования. Вот эти... Водоочистительную мы уже тут построили. Давайте институт и гиперядро. А в Джаведе... Тут в Джаведе водоочистительная, кстати, есть. Да, уже есть. Это звуковой барьер, пусковой комплекс. Ну, это всё нафиг. Нефтехимическая, там одна нефть всего лишь. Литейный, да, есть титан. Давайте литейный. Ммм, ксеномассовая баня не хочу. Давайте институт и гиперядро тогда тоже. Да, институт плюс 5%, гиперядро плюс 15%. И уже... Я и так уже на уху нехило разогнал, честно говоря. Так, давайте смотреть, есть ли тут что-то. Тут мы сидим. Тут мы... Так, ну тут я более-менее глянул всё. Видите, нету этого... Этой штуки по большому квесту. Жаль, жаль. Я даже... Вот главное, большой где-то должен быть скелет, с которого стартует вообще этот весь квест. Я даже его ещё не нашёл. А это кто-то нашёл из... Мне кажется, где-то на территории Араба может быть, потому что как раз то место я меньше всего исследовал. Где-то там будет. Так, этими санями сюда поехали. О, гнездо инопланетян. То есть я буду инопланетянином под моей... Под моей... Максимум коэффициент очков науки под моим руководством грабить гнёзда инопланетян. Так, тут я уже практически всё обработал. Всё в земном ландшафте красивенько. Давайте тут гляну. Конечно, я очень сомневаюсь, что что-то может быть. Обычно эта фигня не находится у... Так, титан обработаем. Не находится у полюсов. Земной ландшафт. Пошли сюда вниз. Смотреть. Ещё видите, вот у нас тут треть карты, чёрное пятно. Считайте, где-то вот там может быть куча всего. Какие красивые уже кораблики. Это можно проиллюстрировать, взяв любой набор культурного поля и описав его актиоматически. Доказательства тривиальны. Лаборатория магнитных аномалий на антигравии. Красивые кораблики у Элоди, у Франка и Берии. Прокаченные на гармонию, да? Такие. Инопланетненькие. Уровень культуры повысился. Дальше я хотел... Знания, наверное, закроем. Только что взять. Получаете очков равным. Ну, кстати, вот это можно взять, да. У меня сейчас... Уже столько здоровья. Буду получать примерно 20 очков. 25 где-то очков культуры ещё сверху. Хотя мне и так культуры 300. Я просто хочу знания. Вот закрыть этот бонус с энергией. Однотехо бесплатно. Уровень совершенства бесплатно. Давайте уже... Просто я не хочу ни в культуру, ни в каждое чудо идти. Ни плюс одну ноку за улучшение Академии. Академии нету. Всё нафиг не надо. Поэтому это возьму. Дальше, наверное... Что-нибудь процветание. Исследователи. Ну, я вот это не могу взять без этого. За новые города. Ну вот, единица производства за каждый основной ресурс. Вот это в процветании можно будет следующее взять. Каждые четыре хода. Сообщение от чувствительных. Прошло уже столетие с тех пор, как мы получили благословление этой планеты. Наши способности развивались десятилетиями. И поэтому мы должны носить снаряжение для защиты от чудовищного шума вашего города. Из-за радиоволн, электронных сигналов мы страдаем от мигрени и тошноты. Мы вынуждены просить вас выключить большую часть, если не все беспроводные электронные устройства. Если этого не произойдет, мы покинем вас и построим свой собственный город. Вам может показаться, что мы впадаем в крайность, но у нас нет другого выбора. Разве что вы присоединитесь к нам в посылке... К нам. В посылке образцы корня Риклера. Это дикое инопланетное растение, которое дает пульцу, которое и служит причиной нашего обостренного слуха. Вы понятия не имеете о наших ощущениях, но можете попробовать сами. Так, либо построить новый город для чувствительных, это население, либо подгонять всех жителей воздействию корня Риклера. А давайте это попробуем. Шанс полностью не всегда изменить условия жизни людей. Построить ксенозаповедники в количестве двух штук. Так, у нас открыты вообще ксенозаповедники. По-моему, открыты были. А нет, нифига. Ну, давайте. Поставим после нанотех... Или вообще, зачем я нанотехнологии открываю? Давайте сразу этик у инопланетян. А что там в нанотехнологиях? Ну, врата исхода, это для победы. Наноферне, не хочу пока. Ух ты, 374 науки похитил. Да, соглашаемся. Соглашаемся. Здесь. У меня там одно из заданий, по-моему, провести четвертого уровня. У меня нигде нету такой интриги. В Асантии реликвию старой земли построили. Ну, вот тут, кстати, то, что мы открыли на антигравий. Где эта фигня? Торевый реактор, перерабатывающий комплекс. Вот, лаборатория магнитных аномалий. А, так она не анти... Она просто на антигравии работает, но это все то же самое, что и... Ладно. Ладно, тогда давайте... Гиперядро. А потом... Лаборатория магнитных аномалий. Потом просто лабораторию. И... А, слушайте, у меня тут два титана. Давайте мы сначала литейный завод вообще. Варше. Тут титана у нас нет. Давайте я штаб на всякий случай. На всякий случай. Просто там... Он как бы у меня на передовой находится. А дальше... Док. И автоматизированный завод на производство. Как-то мало производства в этом городе. Я уже... О! Это понятие. Я уже практически... Всю морскую карту открыл. Больше... Мне такое ощущение, что вот больше не будет. Ой, опять... Гнездо Кракена. Что тут больше не будет. По квесту. Но исследовать я буду продолжать. Обрабатывают, обрабатывают. Сюда пошли. Да, нифига тут нету. О, уже предпоследний город Китая. Хутама захватывает. Видимо, ему вообще пофигу. Он воюет со всеми, по-моему. Сейчас еще раз гляну. Что ты хочешь, Йобо? Йобо меня обзывает. Шахту на Титане. Там все ребята работают. Вот еще. Здесь есть местечко. Блин, строю, строю. Они там уже... Ну, ладно, уже не 5 энергий, а 3 энергии потребляют. Но все равно у меня плюс 168 энергии капает. Я удивлен. Что я вообще в минус по энергии не ухожу. Так, тут биоколодцы построены. Вот эту фигню давайте. Два хода. На чем мы? На разбитом колонизационном модуле работаем. То, что у меня есть предложение... Ой, энергия. Похищена. Отлично. Давайте науку начнем похищать. У меня есть предложение у всех городах, где я чудо строю, прикупить за энергию то, что производство дает. Если оно, конечно, есть автоматизированный завод. Плюс 3 производства. Почему нет? Левитационный завод. И, кстати, литейный здесь, поэтому что он у нас есть. Так, давайте литейный. Точно прикуплю. Сразу 10 стало Титана. Левитационный 4 производства дает. А автоматизированный 3 производства. И плюс, и там еще ячейки инженеров. Давайте, наверное, автоматизированный. И попробую спецов посадить. Так, это вот на производство у нас. Два, три. Так, одного достаточно. Ну, 12 ходов. Уже побыстрее. Так, что у нас в Сайре? Есть автоматизированный... Ну, подождите. Тут больше производства как раз от этих будет. Конечно. Там просто... В САБДе я не могу их строить. Он на море. Так, обсерватория. Ну, 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 ну. Давайте водоочистительную. Литейный. Вообще, тут есть рядом Титанчик. Давайте литейный. Вообще, производства мало в этом городе. Ну, пока так. Пока так. Вагни сеть достроили. Тут можно стадион, рубеж и ракетную. Потом автоматизированные водоочистительную. Пока все. Потом подумаю, что дальше делать. Ай, поставлю я тут на автомат. Уже. По-моему, все, что надо я руками открыл. Странно, неужели я был... У меня такие странные воспоминания, что гнезда инопланетян давали артефакт. По-моему, все-таки дают артефакт. В общем, Франко-Иберия неплохо так разрослась. Разрушу инопланетяне на службе у человечества. Рушат гнезда соплеменников. Тут на автомат опасно ставить. Тут надо бы выплыть, на самом деле. А, кстати, не захватила Палистралия этот город. Прошлым ходом. Тут без шахты, не пойму. Похоже, нету. Нет, есть. Тут надо Титанчик обработать. А, не шахта, в смысле? Это не шахта нужна была. Это нефтедобыча. Гнездо инопланетян на суше. Экспедиция завершена. И что далее? Плюс одно население. Ну, такое. Мы тут высадились. Золотое правило этики гласит. Так, вот и ксенозаповедник у нас открылся. Два ксенозаповедника мне надо построить. По квестику. Так, один давайте в Асрае, собственно. И в очередь поставлю... Ксеномассы у нас тут нет. Нету. Давайте станцию клонирования. Блин. Ксенозаповедник. Станцию клонирования. И гиперядро. Такую очередь. И в очередь поставлю ксенозаповедник в мандиру. Вот и будет два ксенозаповедника. Что дальше исследовать будем? Потому что вообще энергия от морского колодца. Нафиг надо. Наука от всех узла. Нафиг надо. Пища. Вот, давайте биосферу. Пища при расширении города. Это открыто. У рабочих иммунитет к источению от миазмы. Нафиг надо. Науки от всех улучшений фермы. Я уже все фермы на биоколодцы заменил. Культура от академии. Это открыто. Тут что? Энергия от генератора. Пища от плантаций. Ну, кстати. Как вариант. Производство от ферм. Суррогатность. Здесь есть, кстати, плюс 10 к скорости рабочих. Тоже интересная тема. Еще и медлаборатория. Давайте потом вот это откроем. Так, сделаем. Все запросы принимаю, как всегда. Так, тут закончили экспедицию. И закончились модули. Кстати, вот тут два обломка спутника. Ну, вообще обломки спутника уже не особо прикольно исследовать, на самом деле. Потому что они... Вот тогда вот устройство притечь, исследовать, заброшенное поселение. Ну, заброшенное поселение, наверное, тоже не особо там даст артефакты. Так, значит, этим возвращаемся восстанавливать. Куда тут ближе всего 15 ходов. Вот, меня не нравится, что у меня эти исследователи еще медленно ездят. Тут проблема не в модулях, не в количестве модулей, а того, что они... Их мало ходов, просто. Объем маленького, бедненького жучка. Да, гневливым. Гневливым уничтожили морского дракона. Да, ну тут я уже практически все вижу. Вот как вот сюда можно добраться или вот сюда рабочими добраться? Вообще никак. Подстава. Ну, я не знаю, я не буду идти... Будь здорова. Будь здорова. Или... Не знаю, я все-таки считаю, что должны дать когда-нибудь какой-нибудь артефакт. Но нет, не дают. По-моему, не знаю. Ну, напишите в комментариях. Но я что-то помню, что было... С... С гнезда инопланетян, когда их уничтожаешь. Там падали артефакты. Может, их как-то не уничтожать, а что-то другое делать надо. Может, я вот это... Неправильно делаю. О, еще и тут африканец город ставит. Как-то он прям... Врезался в мои... Владения. Ладно, сюда отправлю. Отправлю. Так, тут надо выкупить. Да, блин. Лишь эти кости. Я, наверное... Не проведу эту... Так, до одного в Мандире. В Сабдай до одного. О, а где-то он мне уничтожил торговца. А, тут бегает Китаю. Надо это все... Конечно, как в Африку. А, так тут надо отменить. Это я забыл. Где-то торговые пути. Это я, пожалуй, поотменяю. Хотя там вроде не захватывает он дальше. Но... Меня беспокоит все равно, что он меня грабит эти торговые пути. Мы забыли, что когда природа принимает... Здесь процентов еды сохраняется при расширении. Одиннадцатый уровень праведности. Да, не. Я не посмотрел. Может... А, вот еще тут есть гнездо. Сейчас мы на него встанем. Посмотрим. Новый штаб готов к работе. У штаба Лива-15 к боевой мощи города. О, давайте тайного агента дополнительного. Это мне нравится. Так что теперь каждый штаб будет дополнительного агента давать. Это тогда слишком... Какое тут место, да? Это тогда слишком круто. Он бегал в сабду. Еду приносил. Но мы отправим максимальный коэффициент очков науки. 5-3. Ну, давайте. Почему нет? Так, 14 ходов, так, 13. Зато на 6 ходов быстрее не отватьте в рост. Пускай растет. Мне интереснее контактом, на самом деле, победить, чем... Вот этими воротами. Потому что... Там... Прикол в том, что тебе надо будет кучу юнитов в эти ворота отправить. Типа на землю отправляете юниты через эти ворота. И только тогда побеждаете. Это на самом деле надо ангелов строить. Я вообще открыл этот юнит. Ну, это самые дорогие по очкам. Получается. Здесь, что ли? Да, вот этих юнитов. Надо строить и отправлять в ворота. Кстати, давайте, в общем-то, и откроем следующим. Так, тут я сделаю. Тут у нас работают, работают, работают. Сделано, сделано. Ну, поехали тут что-нибудь обрабатывать. И тут, короче, нету нифига. Ладно, на автомат ставлю разведку. Так, откуда это бы он приехал? Где там гнездо появилось? Сделано, сделано. Вот тут надо. Я реально не понимаю, где еще четыре вот этих биопсии останков инопланетян. Так, ради умолчания я делаю. Два ксена заповедника поставил. Операцию ниже четвертого уровня. Вот это сложновато, реально. Че, донный бур, нормально. Не страшное чудо. Давайте, кстати, глянем, что за оно. Донный бур. Два к производству. Ну, два к производству. Вот побережье местности этого города, собственно, классное чудо было бы для любого морского города, да? Вот, кстати, вот тут он построен. Идти какое все производство стало вокруг. Так, тут инопланетяне с арабами воюют за чем-то. Так, очередное. Ну, вот тут я беру щедрость природы. Закрыли процветание. Тут я дальше, наверное, промышленность пойду закрывать. Вот, затраты энергию приобретения. То есть минуту надо еще раз, два, три, четыре, чтобы бонус с энергией получить. Ладно. Четыре хода. Просто каждые четыре хода открывается что-нибудь. Сеть построили, да? Защиты, наверное, не будут давать автоматизированный завод. Опять же, как-то мало тут производства и водоочистительную. Левитонный как-то долго. А, торговый склад. У торгового склада нету нифига себе. Так, экспедицию. И тут ничего. На автомат ставлю. Так, подлодки просто на дежурстве стоят. Я так не хочу фабрики строить. Ну, понимаешь, это всего лишь плюс одно производство. Там, конечно, еще открывается всякое, но мне кажется, земной ландшафт намного круче. Правда, я вру. Это не плюс. Неправильно я сказал. Плюс одно производство, потому что тут на самом деле станет четыре. То есть, по-хорошему, фабрика дает плюс два производства. Но земной ландшафт при этом еще и три еды дает. И культуру, и содержание получается столько же. Ну и смысл. Так, одиннадцать четыре. Пять четыре. Давайте в бангане лучше. Ну же, сколько у меня всяких ресурсов капает уже с клеток. Просто с ума сойти. Ну, грибы этот потом сделает. Поплыли дальше. Аугментация. Плюс семь. Это я... Это вообще ради чего открываю? А, там дальше у меня что-то поставлено. Слушайте, а вот лестница дедала. Плюс десять процентов ко всему. Как вам это чудо? Знаете, что мне хочется? Ну, тут я со всем соглашаюсь. Давайте какое-нибудь соглашение подороже. Во-первых, какие сейчас у меня есть. Вот самое дешевое производство. Ну, вот это можно убрать. Здание на культуру. Ну, блин, подумаешь. Так. Какие я возьму? Вот самые дорогие. Производство энергии в столице повышается на 30 процентов. Фигня. Здоровье стратегических ресурсов мне нафиг не надо. А вот только вот расход культуры на новое направление развития, если только. Все остальные как-то дорогие мне нафиг не нужны. Отлично. Сейчас вообще, наверное, будет раз в три хода приниматься. На якоре атаковать. Ну, видите, написано разграбление приносит. Тут не написано про артефакты. все-таки это у меня какие-то странные воспоминания. Что должно приносить артефакты. А на самом деле, к сожалению, нет. Антигравий добавили. Ну, хватит. Все обработали. Вон, в джавет пойду. Да. огромные экспедиции 500 культуры дали. Такое. Этой культурой так завалить. На один ход приблизили, видимо, открытие. Так, что тут надо? Плантацию. Вообще, как-то очень мало плантаций. Я в этой игре строил где-либо. Столько печу. Конечно же, есть пивоваренный завод. Конечно, есть. А ты со мной воюешь. Мог бы я тебя пивком угостить, а ты вот так. Решил воевать. Вообще, у меня уже моя территория выглядит, как цветущий сад земли. Там ухотомы арабы города захватывают. Так. По заказу наша группа разработала план обеспечения каждого города колонии корнем Риклера. Под руководством чувствительных ксеноубежища доказали свою полную пригодность для размещения инопланетного растения. Теперь мы можем в больших количествах запускать в атмосферу эти споры и рассеять ими воздух в каждом городе нашей колонии. Запустите любой орбитальный юнит. В общем, надо любую эту... Так, вы видите, этот работает у нас на орбите, да. Так, давайте какой-нибудь спутник построим. Какой? Это улучшение, это защита, страж. Я какой-нибудь на еду, там, вот, знаете, спутник шпион. Просто видимость создает. Лазерные связи. Давайте иметь регулятор, чисто для... Вообще с другой стороны два хода строятся, а я какой-нибудь за один ходить. не знаю, эти... Ладно, узел тактической связи. Так, здесь затраты на приобретение юнитов. здесь надо три открыть и один где-то тут еще принять. Так, у нас еще два модуля. Где у нас поблизости есть в чем покопаться? Вот обломки спутника, но тоже, знаете, затонувшие транспортные средства. Далековато, да и неинтересно на самом деле. Давайте поплаваю тут. О, гнездок ракена, отлично. О, сто монет, сто энергии похитили. Теперь науку похищаем. ну что, и тут ничего нету опять. Блин, эти четыре штуки, е-мое. Я реально до конца игры не смогу выполнить это задание. Что обидно. сто девять сто девять здоровья. Просто здоровее, чем кто-либо. так, где у нас тут кто исследует? Никто нигде ничего не исследует. Ладно. жалко, что эти ресурсы с самого начала игры столько не дают. на них смотришь, кажется, вау. В начале игры они практически город захвачен. О, там арабы прошлым ходом захватывали у Палистрали их город, теперь Палистрали захватила арабов город. Короче, они там здорово друг с дружкой воюют. Очень мне это нравится. Ну, с Палистрали вообще все воюют. Надо бы проверить вообще как ко мне пока относятся все. Мощные машины объединяют слабый лодь. все ко мне относятся офигительно. так. Сейчас мы суррогатность откроем так скорости рабочих и у нас 16 уровень кстати будет. А максимальный уровень по-моему 15 собственно. Вообще даже самый максимальный по-моему 18 только я не помню для чего. Украли 453 науки 304 энергии так в харате какой уровень интриги еще первый автаджи уже третий уровень интриги отлично скоро можно будет попробовать провести четвертого уровня мануэл в смысле может новый торговый путь нет не то рабочий нам вообще не надо и запускаем спутник блин где он тут вот этот не знаю где-нибудь где-нибудь тут поставлю так эти китайцы китай китайцы не паша над его городом это запустил задание выполнено как выяснилось споры парят в атмосфере этой планеты и опускаются на поверхность только после нескольких дождливых недель затем постепенно жители начали замечать перемены электрические фонари гудели ветер ревел и воздух был наполнен тайными разговорами инопланетян в столице нашей колонии голографическая комната открыла свои двери для показа уличного сеанса первого в череде многих 21 гармония 5 единиц производства во всех городах нифига себе и 85 единиц культуры 11 уровень гармонии ну неплохой квестик получился по-моему так что в столице можно торговый конвой еще один бахнуть может какое-нибудь чудо построим тут что у нас вообще есть вот лестница дедал конечно классно но 15 ходов требования на один уровень снижаются вообще мне уже это нафиг надо оказывать небольшое положительное влияние на мнение инопланетян нафиг надо лет 50% длительности работы орбита блин это все нафиг надо честно говоря давайте станцию клонирования и мед лабораторию потом да ничего да это долго буду пытаться что-то найти так Продолжение следует... О, уже 75 энергия, слушайте, уже не так много капает. Уже тут... Ну я вообще даже здания практически никакие не строил на это дело. По-моему, я уже не могу больше торговый конвой строить. Просто был не запущен отсюда, поэтому да. Все правильно. Ну, слушайте, Куртаматам все равно впереди. Если что-то захватывают, не захватывают. Но вон китайцы свой город постепенно обратно отбивают. Давайте глянем, отобьют ли обратно. Причем они первые ходят. Ага, отбили. Смотрите, не натяните, стал китайским. А полистрали отобьет ли его? Нет, не отбило. Охренеть! Вот так союзнические отношения заканчиваются войной сразу. Не зря я тут защиту строил. Вот мудила. Подождите, там не факт, что это он мне объявил войну. Сейчас. Вот в чем дело. Да, вот тут есть проблемы в Beyond Earth со всеми этими союзными договорами. В отличие от 6-ой Цивы, вы не можете союзнику объявить войну. А вот в Beyond Earth все через жопу. Смотрите. Мне? Нет, кто-то кому-то объявил войну. Блин, у меня еще и из-за прекращения караванов минус по фероксиду пошел. Я, правда, не уверен, как это влияет. Так, ну у меня, в общем-то, остался... У меня остались кто? Китай и Франко-Иберия только. С кем торговать можно. Так, ну мне надо на фероксид, похоже, поотправлять. Я не могу тут выбрать фероксид. Да, ну я вот вижу, что фероксид из Франко-Иберии... Ну тут по одному только возможно, да? Нету. Тогда давайте... По максимуму коэффициентов очков... Нет. В данном случае максимум коэффициент энергии. А то у меня минус такой пошел. Давайте смотреть. Я просто отправляю... Тут, конечно, выгоднее к китайцу, но я отправляю там фероксид. Видите, уже минус 3. По идее, там уже... Палистралю отогнали, так что к Франко-Иберии должно нормально бегать. Так, просто что-то еще по городам. Ну, тут, мне кажется, нету смысла юниты строить. Они просто очень долго будут к... Туда бежать. Можно вот на... На энергию, кстати. Хватит. Все на топливный пока... Организуем. Плодоочистительный не хочу. Перерабатывающий комплекс тоже давайте. Наверное, все караваны бегали просто в Африку. Все. Неужели ему лучше от этого стало? Хотя я так и не понял, что заставило там войну объявить или кто? Так вообще, что это арабы скорее объявили, а так как этот союзник... Ну, короче, странно немного. Все это выглядит... Давайте приливную. Нет, лаборатория долговато. Реактор поля... Ториевый реактор. Караванчик. Просперитен. Сенотопливный. Перерабатывающий. Пока так. Так, из Асраи в Просперитен. Из Сабды в Ванаре. Био-Колодец. Очередной земной ландшафт. Все построено. Ладно, поплыли на большую землю. Уже плюс 5 пероксито стало. Так, тут практически уже все обработано. Давайте не подставляться под... Африканские кораблики. Не хочу я его... Исследователя трогать. Я хочу вот найти... По тому огромному квесту... Вещи и закончить уже его наконец. О, конец входа. Так, ну наблюдаем. Меня, конечно, больше всего Африка беспокоит. Ну видите, он мощь моих юнитов уважает. Но вот у меня вопрос... Насколько больно по городу это будет? Двадцать восемь. Двадцать семь. Двадцать восемь. Двадцать восемь. Захвачена Арша. То есть, девяносто силы... Это где-то пять юнитов проатаковать получается. Ясно. Инопланетный волк-жук уничтожается, написано у вас. Унижается вашими автосанями. Да. Повысился, повысился. Так, а где мои морские юниты? В общем-то, можно под лодочки туда начинать переводить. И есть ли у меня вообще... Так, вот эту тоже введем. Ничего, огни тоже будет захвачено. Что у нас тут на... Тут, видите, пониже сила-то. И мне уже тут нечего покупать на... Лучше сеять на блюдей. Ну, плюс пять-то. Смысл, только зря потрачу ресурсы. На самом деле. Да, похоже, огни тоже пойдет. Так, ну я сейчас самолетиками, во-первых, поработаю. Не долетают, где мне хотелось бы. Так, ладно. Перебрасываем сюда. Перебрасываем сюда. А, там, блин, строится. Самолет. Какое-то какое-нибудь другое поставить, потому что иначе он просто отменится. Надо будет убрать отсюда строительство самолета. Так, какая-то экспедиция завершилась. Ну и что-то вот этот, куда у меня плывет, интересный фиг знает, да? Сюда пускай плывет. У меня очень много юнитов на автомат были поставлены. Вот, например, вот этот. Меняем авто. Это вот я только что его отменил. Стать гарнизоном, гарнизоном на порту. Ну, в общем, у меня не так уж и много морских юнитов, оказывается. Блин. Ладно, где у нас еще... Вот, предсечь. Так, давайте мы будем потихоньку уже рабочих убирать. Мне их так много не надо. А содержание они... О, было три золота на содержание, считайте, я только тратил на них. Кстати, у меня же тут явно куча соглашений упала. Давайте посмотрим, какие я могу заключить. Два здоровья нафиг надо. Потребление энергии столичными зданиями. Ну, предположим, да. Отлично. Еще один могу заключить. Производство при создании боевых юпо. Отлично. То, что надо. То, что надо. Я, кстати, этими автосанями могу вот эти города ему просто захватывать. Африканцу. Чтобы он не выделывался. Потому что 37,4 и 48,6 это, по-моему, вполне по зубам для автосаней. А вот тут еще и у араба. Ну, смотрите, практически три четверти... А давайте. А давайте. Что? Что они тут думали себе? У меня-то надо очки как-то повышать в войне, чтобы, типа, мир заключить. Так, что сейчас огни упадет, интересно. Нет, он только подъехал пока. Так, вот эту... Шушеру я, по идее, должен убить. Всего лишь десяточка. Нормально. Ресурсы никогда не должны быть отдельными. Так, кто-то открыл плюс 10% к скорости ученых и урагатность. Это какой-то уникальный юнит праведности. Превосходные гида. Так, улучшаем кара... Это я что-то построил уже. Их сразу... На фронт. Топливо будущего. Наши инженеры построили новый ксенотопливный завод. Ну, в общем... Либо... Немедленно тысячу энергии дает, либо... Три энергии, два производства от ксеносква. Конечно. Три энергии, два производства от ксеносква. Жен, вообще. Странный вопрос. Так, и тут я хотел промышленность добивать. Каждый город получает 5 десятых производства за каждого жителя. Отлично. Ну, то есть... В городе, например, с 12 жителями плюс 6 производства. Причем... Плохо. Ксенотопливный завод доделали. Может, побольше самолетиков? Их, к сожалению, не так много можно в городах держать. Всего три. В каждом городе. Ну, что поделать? У вас богатый опыт нападения на неподвижный объект. Следующим ходом этот город падает, да? Так. Давайте уничтожим вот эту группировку. Ну, Guess who? Ну, а что? Большое racism. Ну, это не это? Ну, это не то. Ой, я знаю. Ну, вот вы в городах держишь. Ну, это будет. Ну, это будет. Ну, я знаю. Ну, это будет чем-то. Ну, это будет. Ну, это будет. утверждение огни я думаю пойдет хотя слушайте подождите у него тут обстреливать есть чем а захватывать я не вижу чем блин мне надо было по ну и она была вот этот добивать грибную плантацию строим так давайте уже убирать часть рабочих тут я уже все практически обработала там он еще плавают и будут захватывать еще зачем мне это надо красивый земной ландшафт эти сена ксена скважины 4 еды 6 производства 4 энергии 3 науки просто просто улет так не буду под удар города становиться но в принципе следующим ходом мне даже по-моему кажется он да он должен захватываться следующим ходом с одного удара отъеду под защиту юнита и так китаю карточной маленькая армия а африканцу нравилось наоборот о город элоди захвачен полистралии и город арабов захвачен полистралии то есть у франка и берии захватил а носу всем можно было не убивать в принципе тут все равно какой-то этот высадился ну огни сейчас захватят следователя поймали ух ты больно у меня все равно этот юнит посильнее будет страшно ой воде заключил мир с хутомой как бы мне с хутомой мир заключить если так а так все выровнялись как-то по очкам я на предпоследнее место правда свалился так на этих всех добивать прилетел к нам какашка понимаешь приплыла по морю и не тонет и и и и и и и и били захватили не хочет легко тома еще сам нами мир заключить не хочет не беспокоит я сейчас он может заключил с палец тра ну правда со всеми остальными воюют Только с Франко Иберией заключил мир А со всеми остальными-то у него война продолжается Так, давайте в Асрае Самолет В Централе Самолет В Джаведе Гневливого, наверное Так, туриевый реактор Зверяя я уплываю Это сейчас Палистралия Ну вообще тут далековато Палистралия Тот флот, который был, ему уничтожили То есть он настолько упоротый, что поплывет Ну, что я могу сделать Это будет его выбор Ксенотопливный Тут ксеном... А, нет, вообще есть ксеномасса Давайте, ладно, ксенотопливный Ммм В Аксиоме Конвой И в Мандире Медлаборатория построена Самолет тут невозможно строить Ладно, давайте Гневливого Так, этот город падает Мы его будем, наверное, разрушать Он два хода будет рушиться Просто летаем Исследуем территорию И тут захватываем Блин, не хват... Так как он меня, видите, нанес урон Я чуть-чуть теперь не хватило Город захватить А, нет, хватило Отлично Мы будем разрушать города Ну, а смысл? Я эти салаты сейчас отобью Через какое-то время И он тебя, конечно же, может отбить Так а смысл мне их держать? Хм Так Смотрим за действиями Африки Вот Сайра меня уже беспокоит Если Агния Арша Как бы, ну, не особо жалко То Сайра Это, по-моему, и второй город вообще А, ну да Но это дебильно немножко Конечно, сила городов сделана Мне это очень непонятно Что ж, он там Врата освобождения атакуют Нифига себе Они ж не построены даже Очень интересно Да ладно Утопили гневливого Блин, что-то напряженная тут Война с этими ребятами Обижают Мне надо Сайре, наверное Потом в Мандире Асрае Какие-то наземные юниты Построить Так Тут давайте Продолжение следует... Блин, и выжил. Так, мы, наверное, тут самолётиком добьём. Да ладно? Шесть урона всего нанёс? Или я не потому пострелял просто? Так, этого парня надо убивать. Короче, мне автосанями лучше не захватывать те города, где рядом есть какие-то юниты, потому что они просто обратно отбиваются, а я теряю юнит, считайте. Который намного сильнее, чем город. Поэтому это немного невыгодно. Блин, а чё так? Больно как-то... Бьют. Так, давайте... Отводить. Я тут, наверное, хочу купить что-нибудь на защиту. Но опять только сеть наблюдения осталось, да? На плюс пять, да? Хорошо, а юнит какой-нибудь? Давайте я тут какой-нибудь юнит. Что у меня тут самое сильное? Не морской, не морской. Кнор-63. У этого, конечно, мощь дальнего боя сильнее, но мне важнее просто мощь, чтобы повысилась мощь именно города. 54. 64. 64. 60. 76. Так что, всё-таки Сани? Похоже. Да? Ну, давайте смотреть. 77 сила, да? Покупаем... Сани. 93. Так. Давайте, наверное, с автосани везде будем строить. Тут надо... Производство поднять. Тут мы ничего не строим. В следующем ходу этот город исчезнет. Так, вот этого парня ему удалим. Давайте, как с вами, приливную турбину. Девизионный завод. Ну, там есть антигравий. Ну, в общем, у меня мало антигравия, как такового. Ладно, давайте гневливого следующего пост... Или вихрь, давайте вихрь. Мне всё-таки нужны такие рукопашные юниты для захвата. Морские, я имею в виду, рукопашные юниты. Так, пока лечимся. Тут слишком раненые самолётики, чтобы какой-то вменяемый урон наносить. Наверное, давайте вот по этому... Бомбить. Ну, я боюсь, что Сайру могу следующим ходом забрать. Хотя они как-то на ворота нацелены. Ну, конечно, логичнее город забрать, соответственно, и ворота тогда умрут. Так, куда лучше перебросить? В Сайру, похоже. Так, ну что? А, нет, ещё... Ещё ходим. Подлодки хреновы тем, что они как-то медленно ездят. Ну, давайте смотреть. О, Палистралия с Китаем мир заключили. Мне бы с кем-нибудь... Я бы с Арабовым, например, мир заключил. Ну, я так понимаю. Ну, ладно, захватили рабочего. Захватывает ворота. Что значит захватывает ворота освобождения, интересно? Это мне их ремонтировать надо будет? Не, по идее, ворота не сможет захватить это. Смотрю. Да. Но следующим ходом уже может. Поэтому, ну, у меня тут вроде как юниты есть поблизости, и самолётики есть. Это мы... Это я убью. Вот это надо будет убить. Подстава, конечно. Ну, тут я, давайте, наверное, самолёт вылечу. Так, долетает. Не долетает. Просто вас с раю переносим. Это все у меня апгрейды сразу даются за счёт того, что... Стадион Рубеж построен. Так, этого парня. Чем-нибудь додобьём. Сюда уже ехать. Вообще, конечно, город с одного пинка падает. Если бы не было чем его захватывать. Я так пошире еду, чтобы контролировать... ...всю эту акваторию. Науку стырил. Пытался разместить канонерку, но не нашлось. А, он строил канонерку, но не смог, потому что не было куда размещать. Ладно. Так. Не хотят ли кто-нибудь... Этот не хочет. Африка не хочет. И арабы не хотят. Это всё обидно. Обидно. Так, минус. Юнит. Захвачу рабочего. И... Наверное, даже поеду с санями дальше к Агне. Я думаю, что в следующем ходу мы можем попытаться его отбить. Так, тут мы всеми самолётами по... ...постреляли. Давайте отсюда этого добиваем. И надо... Я очень надеюсь, что мы... О, слушайте, я не могу атаковать... ...юнит, если он находится... О-о-о-о-о. Так, у меня есть проблемка. Вот это плохо. То есть Сайра реально может быть захвачена Значит, потому что, ну Блин Так, давайте мы попробуем Или надо как-то эти самолеты использовать Видите, я не могу город этот увидеть Ну это подстава Я сейчас три самолета могу А, слушайте, я же могу их перебросить Тогда Затупил Давайте тогда перебрасывать Ну и город как бы жалко терять Получается, что он реально может Заходить в город просто потому, что я вот этот юнит не могу Никак проатаковать Вообще Автосани Здесь давайте Вихрь Здесь автосани Автосани, кстати, фероксид и Антигравий требуют Которых мне не так уж и много А во Блин Я думал, ну я закончил заход Я мог сейчас Ну я сразу захватить его не мог Не, я правильно, что перебросил Самолеты Просто потому, что Я бы их сейчас потерял Я больше не могу захватить Мне африканец может этот город захватить реально По той простой причине, что я не могу атаковать этот юнит Никак Хорошо Я реально уже всю территорию Улучшения земного ландшафта сделал Чувствуйте себя как на земле Но не забывайте, что вы на другой планете Ну что А еще хожу А тут нету смысла обрабатывать Тут до этой клетки Никто не дотягивается Так, подождите Я еще хочу Вот это автосани Где я тут захватил Я пожалуй Поеду дальше Так Смотрим Падет ли Саира Лис Аира Ну блин, ну это подстава Я все равно считаю, что это Тупо Ну у него тут вот два юнита Он ими обстреливает И этим захватывает По-моему Продолжение Завтра Спонсоры могут посмотреть Прямо сейчас В вкладке сообщества Спасибо, что смотрите Всем пока Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok